Привет! Привет! Кто сегодня с нами? Екатерина. Меня зовут Карина. Марина. Вероника. Оля. Афелия. Даша. Таня. Алсу. Даша. Анастасия. Сегодня с вами Анастасия. Привет, ребята и жулики! Сегодня на повестке дня у нас крайне серьезная тема. Меня зовут Сережка, кумир миллионов. А поговорим мы о семейном бюджете, обсудим бабосики и будем уличать московских девочек в меркантильности. Сколько должен зарабатывать мужчина в отношениях? Спросим у девушек. Погнали! Сереж, снимай! Сереж, сними! Сереж! Сними интервью! Анастасия, сегодня разговариваем про семейный бюджет. Вот такая немножко интимная тема в России про денежки. Ты как вообще относишься к мужчинам и деньгам? Я считаю, что в отношениях все должны быть с равными правами и что женщина, что мужчина. О, это интересный вопрос на самом деле. Я считаю, что вообще я за равноправие, как бы чуть-чуть. Типа о том, что мужчина и женщина должны оба ходить на работу и заботиться о детях в равной степени. Но, тем не менее, я считаю, что если мужчина приглашает в ресторан, это очень хорошо. Пока не относимся. Пока не относимся? А ты? Ну да, пока не относимся. Пока только в школе учимся и еще не познали вот это все, как бы, да. К мужчинам положительно. А к денежке? Тоже. А ты? Ну, нормально, в принципе. Вполне позитивно. Кому больше любишь? Денежки, семейный бюджет или мужчин? Я думаю, совокупность всего. Денежки, конечно. Денежки. А ты? Мужчину. Мужчина. О, молодец какая, молодец какая. Не пропадешь. А у мужчины будет денежки. Да. Мне кажется, здесь есть тесная взаимосвязь между деньгами, бюджетом и мужчиной. Хотя, я думаю, что у женщины должен быть свой персональный бюджет. Можно ли семейный бюджет доверять женщине? Тебе? Безусловно. Справишься? Конечно. На что тратить будешь? На себя или мужчину? Я думаю, с учетом семейных потребностей. Да, можно. Если женщина имеет, так сказать, яйца. На что будешь тратить? На то, что нужно. На себя или на него? На обоих. В какой пропорции? Ну, если он что-то захочет, ему куплю. Я что-то захочу, себе куплю. Нет. Тебе нельзя? Наверное, нет. Если тебе доверить, на что его потратишь? На украшения какие-нибудь. На украшения? Нет. Нет, нет. А кто должен владеть семейным бюджетом? Мужчина, он зарабатывает. Я думаю, да, что женщина не должна отвечать за семейный бюджет. Мужчина за заработок этого семейного бюджета, а женщина за его распределение. На кого будешь тратить? На семью. На семью? Хорошо. На тебя или на мужчину больше? Я думаю, это мы уже определимся по ситуации. Себе шубку, ему носочки. Я думаю, да. Или наоборот, а ему шубку. А себе носочки. Вполне вероятно, будет и то, и другое. Сможешь штопать носочки? Конечно. Не выбрасывать, а штопать. Пожалуйста, если он хочет ходить за штопанных, значит, за штопаем. Вот так вот, ребята, выглядит мать-героиня. Да. Я считаю, да. Ну, смотря какая женщина именно. Ты? Я? Мне 17. Можно тебе доверять? Да. Я расходуем... А можно вырезать? Да. Вырезаем. Ну, в плане, я очень хорошо именно бюджет распределяю, поэтому я думаю, я серьезно когда-нибудь хожу, поэтому можно. Ну, у меня такое же мнение. Да, можно. Ну, я бы больше хотела, наверное, чтобы как бы вдвоем ввели общий бюджет. Все-таки это семейное дело. И все так на женщину скидывать. Ну, в принципе, я думаю, что я бы могла справиться, наверное. Если один ребенок. На что тратить будешь? Ну, на самое нужное. Ну, если будет бюджет позволять, то, конечно, что-то... Не знаю. Ну, по интересам, в общем. Да. Мужу носочки себе, шубку? Да, конечно. А ты? Не знаю. Ну, путешествия всякие. Мир познавать, да вот. Конкретно мне можно? А вообще, я думаю, что это совместное решение должно быть. Нет. В какой-то степени можно, но у нее должны быть определенные стоп-моменты, когда нужно прекратить тратить деньги. Есть такой стереотип, что мужчина добытчик, вот, и должен зарабатывать. Ты как к этому относишься, и как должен пополняться семейный бюджет, в каких пропорциях? Ну, я считаю, что действительно, первично бюджет семейный должен пополняться все-таки мужчиной, поскольку разделяет ту позицию, что добытчик в семье – это муж. Безусловно, женщина тоже должна работать и, наверное, иметь свой бюджет, так скажем, который может распоряжаться строго по своему усмотрению. Ну, я считаю, что семейный бюджет, он должен быть в ранной степени, но мужчина все равно должен больше получать. Как у кого получится? Оба практически в равной степени, я думаю, это от возможности старания. То есть, если… Дело в том, не сколько много по деньгам зарабатывает, а сколько именно вкладывает по силам каждый из супругов. Зарабатывают оба, мужчина должен зарабатывать больше. Женщине при этом не должно быть такого, что твоя зарплата – это моя зарплата, а его зарплата – это ваша общая зарплата. То есть все распределения. Ты как считаешь? Ну, я считаю, что мужчина зарабатывает, да, а девушка тратит. На что будешь тратить семейный бюджет? Я – на себя. А ты? Ну, он же семейный, на двоих. Ну, это, наверное, серьезный вопрос. Все зависит от того, в каких дальнейших отношениях планируется семья быть. То есть, если это прям семья – семья. Ты готова работать в отношениях? Конечно. То есть, 50 на 50? Да. Или мужчина больше? Ну, мужчина должен больше. Мне кажется, больше всего мужчина. Он должен зарабатывать больше, как мне кажется, лично. Вот. Ну, тоже считаю либо мужчина, либо 50 на 50. Да, я думаю, одинаково, равноправие, все дела. 50 на 50? Вообще не зависит мужчина, женщина. Ну, я тоже думаю 50 на 50, наверное, скорее всего. Ну, да, в современном мире. Да. На сегодняшний день, как бы, время трактуют еще и другие нам правила, поэтому, если женщина лучше зарабатывает, ну, нормально. Просто мужчина должен не лениться, как бы, тоже стараться что-то делать. Спонсором данного ролика является мой стрим-канал. Ссылочка в описании. На нем я провожу прямые трансляции каждый вечер, где я знакомлюсь с девушками, провожу с ними свидания, снимаю уже такие же интервью прям в прямом эфире. Вы будете уверены, что это не постанова. Еще проходят вечеринки в прямом эфире. Вписки с эскортницами. Залетайте на стрим-канал, прямые трансляции каждый вечер. Подпишитесь, нажмите колокольчик, вы ничего не пропустите. Приятного просмотра. Ты планируешь работать дальше в браке или пусть же все-таки надеешься, что мужчина тебя будет содержать? Я считаю, что женщина, в принципе, должна работать в браке и развиваться не только за счет того, что получает бюджет свой, но и как личность. Моя работа будет заключаться в том же, в чем и у моего мужчины. Пение. Пение? Пением зарабатываешь? Ну да, в основном. То есть работаешь, так сказать, глоткой? Можно и так сказать. Я понял, это хорошо. Главное работать головой, ребят. Ну и руки тоже. Руки тоже важны, рабочие. Правильно? У мужчины. Без разницы. Планирую работать даже не в том, чтобы зарабатывать много денег, а планирую работать, потому что работа – это жизнь, реально это весело. А если твой мужчина скажет, никаких квестов, ты работать не будешь, не позорь меня, сиди дома, я тебя буду обеспечивать, и при этом зарабатывает соточку. Сможешь дома сидеть? Нет. А если он зарабатывает миллион? Ну, зарабатывая миллион, я думаю, он не сможет просто за мной следить. Амеренно работать. Конечно, нужно работать. А если мужчина скажет, что все, девчонки, сидите дома, я буду вас обеспечивать? Смогла бы дома сидеть? Нет. То есть в любом случае работать? Конечно. А вы? Я бы смогла, я занималась бы семьей, дома. Я думаю, наш мир позволяет работать и сидя дома, с детьми, и находясь в браке. Да, конечно. А если мужчина твой скажет, что все, мать, переставай работать, хорош меня обозорить, сиди дома, сможешь сидеть дома? Я думаю, он так не скажет. А вот сколько должен мужчина зарабатывать? Ты бы хотела, вот верхняя планочка. Ага, но верхней планки не существует. Ну, первая сумма, которая в голову приходит. Говорится, много денег не бывает, ну, 500 тысяч рублей. 500. А минималочка? Вот люди думают, что московские девушки меркантильные. Вот минималочка, насколько бы ты согласилась? Вот сейчас мужчина появился хороший, но зарабатывает вот столечко, и ты согласилась? Ну, исходя из потребностей моей семьи, так скажем, да, и уровня расходов моей семьи, наверное, 250. То есть у тебя 250-500? Ну, где-то так, наверное. Ну, это не критичные цифры, так скажем, да? А если меньше? Ну, 50. Если рассматривать мужчину как добытчика, это очень мало, так скажем. Если это мужчина, который просто может быть рядом со мной, да, в какой-то ипостаси выступает, то возможно. Миллион. Миллион. Хорошо. А наоборот, вот минимальная планочка, ты готова жить с мужчиной, который зарабатывает, ну, вот сколько? Нисколько. Вообще ноль? Вообще ноль. Ты готова содержать мужчину? Да. Ну, блин, ну, около миллиона. Миллиончик. А минимальная? Вот ты сейчас встретишь мужчину, и он зарабатывает вот минималочка с какая? Ну, хотя бы 60-100. 60-100 и до миллиона. Нет предела совершенства. Нет, но хотя бы какой-то ценник. Не знаю, не могу предсказать. Ну, сколько? Вот первое, что в голову приходит. Ну, 250. 150. 100. 100. Хорошо. А наоборот, нижняя планочка, ты бы смирилась, если мужчина твой зарабатывает вот сколько? 40. 40 так же. То есть у тебя 40 сотня, у тебя 40 и 250. Да. Вот. 500 тысяч. 500. Да. Хорошо. А вот нижняя планочка, ты бы смирилась, чтобы мужчина зарабатывал вот столько? Нет. Должен всегда человек к чему-то высшему стремится. Нет, ну низ. Вот 500 это в мечтах. А реально встретишь Васю Пупкина, который зарабатывает 30-точку. Нет? Значит, будем с Васей Пупкиным стремиться к 500. От 500 тысяч. От 500. А у тебя максимальная планочка? Не задумываюсь об этом. Вот надо сумма. На 1100, наверное. 1100. Хорошо. Вот мужчины думают, что девушки меркантильны. Но девушка считает, что это максимальная планочка, это верх мечтаний. А в реальности, в реальности, вот ты сколько бы смирилась, что твой мужчина сейчас зарабатывает вот столько денежек, минимальная планочка. От скольки? От 50. От 50? Тоже от 50-60. То есть у тебя 50-соточка, а у тебя 50-соточка, а у тебя 50-соточка, а у тебя 50-соточка выше. Ну, где-то от 30-ти, да, наверное. Я думаю, возможно жить при такой зарплате. Ну, 500. 500. А минималочка, вот ты готова терпеть вот мужчину, который зарабатывает вот столько? 100. То есть твоя планка 100-500 где-то мужчина должен зарабатывать? Я считаю все-таки, что это безлимит, понимаешь, не должно быть преград в этом. То есть выше сотки? Стремиться к этому мы все должны, да. Ну, не меньше 100. Не меньше 100. Вот. А наоборот, минималочка. Ты бы смирилась, если бы он зарабатывает вот столько? Сколько? Не меньше 30, наверное, где-то так. 30-точку. Ты сколько сейчас на данный момент зарабатываешь? Это секрет. Ну, примерно. Примерно? Ну, с минус 100. Ну, около 100. Соточка? Да. Ну, около 100, может быть. Тебе хватает или ты выживаешь? Мне хватает. Сейчас нисколько. Нисколько? Да, ну, вообще ранее я зарабатывала где-то 100-120. Но при этом ты учишься. Да. Ранее этого сколько лет? 14-15. Расскажи нам этот секрет. Я создаю квесты. О, шикарно. Квесты, реально. Слушай, а через, там, в 25 сколько ты будешь зарабатывать? Как ты считаешь? Ну, надеюсь, что около 200, 300, 400. Это реально? Или ты нам обманываешь? Нет, это реально, это реально. На квестах? Да. 25. 25. Это в свои? Что? В свои 21. А в 25 сколько будешь зарабатывать? Ой, ну, надеюсь, что 100. А ты? Я пока учусь. Ты учишься. А сколько планируешь? 25 зарабатывать? Очень много, планирую очень. За сколько? Ну, тысяч так, 45-50. То есть у тебя 50 планируешь, соточка мужчина должен. Да, да. А у тебя 100 и при этом 250 мужчина. Да, и вместе сложить 350 и мужчина очень даже неплохо. Мужчина в два раза больше должен зарабатывать? Да. И ты так считаешь? Ну, я больше к мужчинам, как бы, я прогинаюсь под него, видимо. Я не работаю, я учусь. Ты учишься. А в... Хорошо, вот ты закончишь учиться. На какую сумму ты рассчитываешь? Вот в 27 лет, допустим, тебе сколько ты будешь зарабатывать? 150-200. 150. И при этом мужчина должен зарабатывать 500? Да. Я в месяц 45. 45. В 17 лет? Я клиенток на дому принимаю, поэтому... В 17 лет 45? Да. В 25 сколько планируешь зарабатывать? Ну, я тогда планирую салон свой открыть, все к этому и идет, поэтому я буду больше зарабатывать, думаю, раз в два точно. В соточку? Ну, так. Ты сколько зарабатываешь? 1015-25 по-разному. В 17 лет? Да. Участь в школе? Да. А сколько будешь зарабатывать в 25? Ну, планировала 1100-200 хотя бы. И сколько? Студентки, да? Нет, в школе. А, в школе еще? Да. Да, в одиннадцатом классе. В одиннадцатом. Выше сотки. Ты больше сотки зарабатываешь? Да. Сколько прям? Я не буду ее озвучивать, но... 200. Я не буду озвучивать. 113. 33. 133? 113-33. Нет, я не буду озвучивать цифру, это не эта цифра, но больше 100. Вот так. Ну, допустим, больше 50. Хорошо. Тебе хватает или выживаешь? Ну, пока хватает. Живешь или выживаешь? Не выживаю. Что-то между. В конце видео хочу сказать вам, что подпишитесь на канал, на этом канале будут часто выходить видео, стрим-канал, ссылочка в описании, а девушку из этого видео и вообще всех девушек со всех каналов, у нас два канала города грешниц, с такими же интервью. Вы можете найти на Бусти, ссылочка в описании, по подписке жулик, доступны все девушки. Там соцсети девушки, фоточки, инстаграм, ВК, телега. Короче, все-все на Бусти, оформляйте подписочку жулик и вам будут доступны все девушки со всех интервью. Переходи по ссылкам в описании, подписывайтесь на телегу, Бусти, на стрим-канал. У нас 4 канала, 2 канала с интервью и 2 канала с видосами. Все ссылочки в описании.